Закон про национальную полицию Украины предусматривает ряд превентивных заходов, которыми мы руководствуемся каждый день. Это проверка документов, установка транспортных средств. И особенно последний, на котором я хочу остановиться, которого никогда не было, так называемое полицейское пеклование. Предусматривает работу полицейских из категории граждан, это несовершеннолетние граждане, далее граждане, которые находятся под контролем ликувальных некоторых закладов, а также категории лиц, которые по той или иной причине, то ли в силу своих каких-то жизненных событий, то ли в силу погодных условий, оказались на улице. Это категория лиц без определенного места жительства, так называемой бомжей, и те лица, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения на улице, бесхозной, как мы знаем. Поэтому к данной категории мы имеем непосредственное отношение. Если у нас раньше, вы помните, в системе Министерства внутренних дел были медицинские вытрезвители, и их давно уже ликвидировали, то категория граждан, которая попадает именно в это время, остаются бесхозными и, как говорится, никому не нужны. Самое главное, что теперь сотрудники полиции обязаны реагировать на любую информацию, которая будет поступать. Это входит именно в пункт 11, как я уже сказал, полицейские пеклувания. При поступлении информации о том, что кто-то из граждан находится где-то в снегу, где-то на улице, где-то на остановке общественного транспорта, возле дома, за домом, в поле, граждане, которые информируют нас, мы эту информацию получаем, мы обязаны выезжать, и мы будем выезжать, устанавливать личности данных граждан, чего он там находится, то ли болезненно, то ли в отдаленном состоянии, то ли нетрезвый, то ли избитый, то ли в розыске находился, то ли без определенного места жительства. Полицейское пеклувание – это одна из составляющих работы полиции, и на любую информацию мы обязаны выезжать и будем выезжать. Поэтому это безопасность граждан, и прежде всего, это безопасность всего города.